Привет всем по ту сторону ютуб-экранов, это Droider.ru с выставки MWC 2014 со стенда компании Sony и у меня в руках уже есть новый флагман, называется он Xperia Z2 Так, первым делом стоит посмотреть на корпус и сравнить его с предыдущим флагманом Xperia Z1 что собственно очевидно, дизайн полностью практически сохранился, та же металлическая рамка по кругу те же две стеклянные поверхности спереди и сзади, но на стеклянных поверхностях теперь нету такого защитного слоя как раньше было, пленочку теперь убрали и теперь само стекло уже покрыто именно вот этим специальным покрытием которое защищает от жирных пальцев и так далее, по размерам телефон стал чуть уже и легче и на вес это действительно ощущается, 158 граммов он теперь весит, он стал немножечко выше тут наверное будет лучше видно, потому что он все-таки чуть-чуть повыше, ну буквально там на несколько миллиметров но в ширину он сохранился, при том что экран увеличился, экран теперь 5,2 дюйма и это теперь уже полноценная IPS матрица, яркая, уже нет вот этих вот белесых цветов если мы возьмем два телефона рядом, видим то, что при наклоне левый, ну собственно Xperia Z1 немножечко белеет экран, но Xperia Z2 остается точно таким же ну как же лучше наклонить, чтобы видно-то это было действительно цвета стали более яркими, экран стал более контрастным, никаких нареканий не вызывает отличные углы обзора, все здорово выглядит это Full HD матрица по-прежнему, 1920 на 1080 пикселей есть еще несколько не столь значительных изменений в корпусе например, вот эта заглушечка объединилась раньше были две заглушки, теперь одна большая слот для сим-карты переместился на эту сторону отсюда внутри теперь стоит более емкая батарея, 3200 мАч раньше стояло 3000 и каким-то образом он стал тоньше очень забавно это кроме того, теперь здесь стоят стереодинамики по бокам вот тут один динамик и тут один динамик можно смотреть, например, в кино и слушать стереозвук подобное решение предлагала компания HTC в свое время на флагмане HTC One внутри стоит Qualcomm Snapdragon 801 это улучшенная версия чипа 800 с более высокой производительностью его частота теперь составляет 2,3 ГГц по-прежнему 4 ядра он имеет все то же самое, что и 800, но чуть больше например, это позволило сделать возможность съемки 4K-видео в огромном разрешении чуть позже мы к этому вернемся, когда будем смотреть на камеру также увеличился объем оперативной памяти теперь тут не 2 ГБ, как раньше, а целых 3 ну и, в принципе, в остальном начинка не претерпела изменений давайте перейдем к программной составляющей здесь стоит Android 4.4.2 то есть последняя версия немножечко изменился интерфейс как видите, в строке уведомления теперь вот такой вот черный фон практически непрозрачный немножечко по-другому сделан дизайн иконки приложения теперь на фоне у нас появляются появились новые прикольные живые обои вот они вот так вот красиво переливаются очень здорово смотрится, при этом ничего не тормозит все работает шустренько, плавненько что касается камеры сенсор остался прежним, 21 Мп, но изменилась обработка изображений что должно увеличить его качество но чтобы это конкретно протестировать нужно походить с аппаратом, фотографировать при разных условиях здесь это сделать не так удобно кроме того, камера теперь умеет снимать видео в 4К действительно в большом разрешении давайте попробуем это сделать мы, конечно же, на этом экране не увидим насколько круто смотрится 4К нам нужен большой телевизор или экран с более высоким разрешением пам-пам-пам-пам-пам-пам вот и теперь у нас сохранился ролик 4К вот на нем написано смотрим, как он его обрабатывает как видно, процессор с этим справляется достаточно быстро вот даже перемотка работает хорошо да, действительно тянет 4К не каждый компьютер, кстати говоря, потянет 4К а телефоны уже могут еще одна интересная фишка в камере, которая изменилась здесь был режим так называемой дополненной реальности с динозаврами, рыбами и всякой другой живностью теперь можно делать не только фоточки с этими динозаврами можно снимать видео вот сейчас у нас должны появиться эти ребята вот, как видите, динозавр, вулкан, все нормально ходит прямо по стенду и теперь можно нажать запись видео он еще рычит и издает всякие звуки вот он сейчас каким-то образом прошел через стену и пошагал вот к тому азиату ну, ну ладно, вот он сейчас мы посмотрим, что у нас получилось очень круто смотрится и при этом ничего не тормозит все накладывается в реальном времени еще одна штука, которая умеет делать камера и процессор это съемка видео 120 кадров в секунду то есть слоу-моушен помахать рукой быстро-быстро-быстро-быстро остановить это видео мы можем смонтировать так же примерно, как это реализовано на айфоне 5s ну, немножечко с другим интерфейсом вот такая прикольная кругленькая штука при этом замедляется не только изображение, но и звук вы услышите такой прикольный звук, как в игре Max Payne и все замедляется но все-таки по сравнению с айфоном тут есть одно преимущество можно делать не одно замедление в течение видео а несколько, вот, например, мы можем нажать в другое место ролика и будет два раза включен этот эффект замедления оп, один раз замедлилось ускорилось и еще раз замедлилось вот так вот можно делать такие прям крутые штуки с прыжком, с трамплина, с мячом, с футболом с чем угодно еще с смартфоном Xperia Z2 были представлены новые наушники с шумоподавлением с активным шумоподавлением кстати говоря, в российском комплекте они будут идти в коробки то есть вы покупаете смартфон и получаете вот такие вот крутые наушники как видите, у них с этой стороны находится микрофон который улавливает внешний шум и подавляет его вырезает из вашей музыки и вы слышите музыку в полной тишине это было реализовано не только за счет самих наушников а в том числе за счет начинки смартфона здесь был изменен разъем для наушников теперь он 5-пиновый как видите, вот этих полосочек здесь 5 5-контактный точнее кроме этого, это не единственный аксессуар который будет встыкаться в это отверстие еще был представлен специальный микрофончик для профессиональной звукозаписи то есть вы можете с помощью смартфона делать крутые записи с хорошим качеством если вы занимаетесь, например, видеоблогингом или записываете подкасты эти наушники отлично подойдут если вы будете использовать их в метро, в самолете ну, где вокруг много разного шума кстати, звук очень даже неплохой кроме флагмана, компания Sony также представила модельку среднего сегмента называется она Xperia M2 вот она у меня в руке и Sony тут решили повторить полностью практически дизайн их главного аппарата Xperia Z1 как видите, он очень похож действительно, вот этот же Omni Balance даже здесь были имитированы вот эти вот металлические края правда, они выполнены из пластика но при этом, когда человек держит в руке этот телефон издалека и даже с нескольких метров вы можете не отличить вот этот аппарат от флагмана и мне кажется, тем, кто уже купил флагман заплатил за него достаточно немалые деньги будет немножко неуютно что люди могут почти в два раза дешевле купить такой же аппарат но, конечно, немножко с другой начинкой ну, собственно, о начинке внутри стоит четырехъядерный процессор 1,2 ГГц 1 ГБ оперативной памяти экран здесь 4,8 дюйма разрешение QHD 960 на 540 пикселей ну, он не такой, конечно, качественный как на флагмане видно то, что цвета немножечко белесые но, в любом случае, для аппарата этого сегмента это хорошая матрица внутри стоит батарейка на 2300 мАч смартфон работает на Android 4.3 он поддерживает связь LTE собственно, как и флагман а стоить будет в районе 15 тысяч рублей ну, в зависимости от колебаний курса доллара примерно в два раза дешевле того же флагмана ну, учитывая такое разрешение все работает достаточно шустро экранчики листаются быстро нормально и никаких торможений особенно не замечается когда придет Android 4.4 возможно, он даже будет еще более гладко работать но, в принципе, и сейчас уже все хорошо кроме того, что компания Sony представила несколько своих гаджетов также она сказала, что теперь возобновляет производство аксессуаров так что будут выходить фирменные чехлы для аппаратов и некоторые партнеры будут делать различные футляры, чехлы из кожи кожзаменителей, пластика, из чего угодно как видите, вот тут на этом стенде представлено много различных материалов много вариаций для тех, кто любит немножечко изменить дизайн своего аппарата что хочется сказать, подводя итог флагман действительно улучшился претерпел не сильных изменений но стал гораздо приятнее также появилась хорошая альтернатива для тех, у кого не хватает денег на флагман это Xperia M2 кроме того, Sony еще представил планшет о нем в следующем обзоре а этот обзор подготовили Борис Веденский и Валерий Истышев подписывайтесь, не забывайте, будет много всего интересного до новых встреч